Книга «Открытым оком» 5-й том, тема молитвы, вопрос 1415. В молитве «Отче наш» мы говорим, как и мы прощаем должникам нашим. Поясните, пожалуйста, какой род должников здесь подразумевается и что мы должны оставлять? Дети ли это наши, которым мы даем взаймы, пока они не самостоятельны братья? Дети ли это наши, по вере, безбожники ли, с которыми в миру приходится иметь финансовые отношения и которые зачастую нас обманывают и не возвращают долги? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Священное Писание дает общую канву явления, поступков, а что нам жизнь подкинет на том и то, чем наши чувства. В другом варианте молитва эта несколько иначе звучит. И расшифровывает отчасти вопрос. Лука 11, 4. «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. Долги, грехи, проступки, обиды». Лука 17, 3-4 стихи. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. А кому прощать, кто это будет, это тоже не оговорено. Значит, и сужать не нужно. А что перечислили, то и берите». Святые отцы толковали это настолько широко, что позавидуешь своим ноздрям, чем они дышали благовонием или зловонием, как у Арсения Великого. «Пред всем мы должники». Римлянам 13, 8. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». О денежных долгах особая статья. Сирахов, глава 29, 2-12 стихи. «Давай взаймы ближнему во время нужды его, и сам в свое время возвращай ближнему. Твердо держи слово и будь уверен ему, и ты во всякое время найдешь нужное для тебя». Многие считали заемноходкой и причинили огорчение тем, которые помогали им. Да коли не получит, он будет целовать руку его, и из-за денег ближнего смирит голос. А в срок отдачи он будет протягивать время и будет отвечать уныло и жаловаться на время. Если он будет в состоянии, то едва половину принесет, и это вменит ему в находку. А если будет не в состоянии, то и заемодавец лишился своих денег, и без причины приобрел себе врага в нем. Он воздаст ему проклятиями и бранью, и вместо почтения воздаст бесчестием. Многие по причине такого лукавства уклоняются отстуды, опасаясь напрасно потерпеть утрату. Важно все делать под расписку и долги постараться вернуть. Притчи о сеятеле и семенах. «Шел сеятель с зернами в поле и сеял, и ветер повсюду те зерна развеял. Одни при дороге упали, порой их топчет прохожий небрежной ногой, Тая на них нападает голодная стая. Другие на камень бесплодный легли, и вскоре без влаги их корни взошли, И в пламенный полдень дневное светило, былинку палящим лучом и сушило. Средь терния пало иное зерно, и в тернии диком заглохло оно. Напрасно шел дождь, и с прохладной зарею поля освежались небесной ростою. Одни за другим проходят года, а зерен тех нет и не будет плода. Но в добрую землю упавшее семя, как жатвы настанет урочное время, Готовя стократно умноженный плод, высоко и быстро, и сильно растет, И блещет красою, и жизнью дышит, имеющий уши, чтоб слышать, да слышит». Алексей Михайлович Жемчужников, Богу нашему слава, Всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok